Привет! Вот я сегодня решила заняться одним из своих любимых видов шоппинга, поехать на распродажу дома. Это недалеко отсюда, минут 30, в Дейтона-Бич. И, судя по всему, это дом коллекционеров. Судя по фотографиям, я получила e-mail, мне приходят e-mail время от времени про распродажи. И, судя по фотографиям, там очень много коллекционных фигурок от разных производителей, известных производителей фарфора. Там фарфоровые фигурки, много картин. В общем, должно быть интересно. Вообще, мне, конечно, фигурки уже не нужны, мне их некуда ставить. Но, может быть, все равно интересно посмотреть, может быть, что-то найду интересненькое. Вот, и вам покажу тоже. Так что, сейчас вот дарю свой капучино и поеду. Ну, все. До встречи в доме. Пока! Ну, вот. Подхожу к этому дому. Вот такая вот улочка здесь. Зеленая, как во Флориде обычно. Вот видите, сколько машин. Народ охотится. За интересными вещами. И за хорошими скидками. Это здесь совсем недалеко от океана. Буквально пешком можно дойти на ту сторону. И недалеко. Ой, смотрите, белочка лазит на столбике. Ой, мамочка дорогая, сколько же белочек. Вы видите? О, красота какая. Это у них домики, их кормят. Ой, как интересно. А видите, дерево. Это, наверное, то ли апельсин, то ли грейпфрут. Уже созревает. Смотрите, как обсыпано. Скоро созреет. И у хозяев будут свои собственные апельсины. Даже я не знаю, может быть, это манго? Интересно. Нет, наверное, скорее всего, это апельсиновое дерево. А вот еще. А вот я могу поближе посмотреть. Ну, или апельсин, или грейпфрут. Смотрите, как все увешано апельсинами. Не знаю, они дозревают или нет. Ну вот. Ну ладно, пойдемте посмотрим, что там есть. Ну вот я в этом доме. Судя по всему, здесь кто-то жил, кто любил коллекционировать все на свете. Всякие фигурки, куколки, все на свете. Сейчас я посмотрю. Наверное, бабушка какая-нибудь. Ну, или пожилые люди. Ой, смотрите. Какая симпатичная. Пеппедленный чулок. 15 долларов. Написано, что Инни. Ее зовут Инни. И она вот на подставочке. Рыженькая. И симпатичная куколка. В красном платьице. Так, что еще? Вот такая куколка. Одно время я куклами коллекционными увлекалась. Потом у меня это увлечение прошло. Смотрите, какая куколка. Шляпки. Написано... О, Шерли Тэмпо. Это Шерли Тэмпо кукла изображает. Так, что у нас еще тут есть? Картина. Это Джей Пи Эл. Автор. 1969 года. Картина. Всякие вышивки. Это, наверное, самовладельцу. Владельца этого дома увлекалась. Вышивала. Наверное, некоторые вещи ценные, но надо понимать. Я не очень понимаю, конечно, вот это. Особенно в игрушках. Можно купить очень интересные коллекционные игрушки. И потом перепродать. Но я не думаю на стейтсейлах. Обычно они уже оценивают их, когда выставляют. То есть, вряд ли можно сильно нажиться. Но, в общем-то, иногда могут пропустить. Но это редко. Вот всякие. Какой-то кувшин. Видите, это стойка старинная. Кувшин для умывания. С таким же, с таким же, как бы, с такой вазой для умывания. Вот еще картина. Это, кстати, вот Флорида. Флоридский вид. Наверное, какой-нибудь местный художник. Симпатичный чайник. С пчелкой. Боже мой, сколько у нее кукол и игрушечек всяких. Даже обалдеть можно. Вы посмотрите. Это все новогоднее. Санта-Клаус. Это все новогоднее. Вот смотрите, какой кот. Это как дьявол на Хэллоуин. На Хэллоуин кот. О, какой. Ой, сколько всяких. А вон Дед Мороз какой страшный. Всякие ильфы. Всякие. Кого только нету. Куклы, куклы, куклы. Кто-то очень куклы любил. Всякие финтифлюшки. Потрясающе, сколько люди покупают. А вот коллекция машинок. Вон. Корвет 58-го года за 22 доллара. Ну и, конечно, послезавтра будет полцены. Вот я в них не разбираюсь, но, может быть, они чего-то и стоят. А тут-то сколько кукол. Боже, всякие разные Барби. Всякие разные. Барби Кока-Кола. Это у нас вот. Вот, смотрите, Кока-Колы Барби. Коллекция на 30 долларов. Еще что? Еще какая-то Барби. Так, а это какая Барби? А это Барби новогодняя. Новогодняя Барби. Боже, и вот покупает народ все это, собирает, собирает эти кучи. I love Lucy. Это вот из сериала. Сериал был про Люси в 60-х годах. 35 долларов. Люси. Видите, сколько тут Барби с этих. О, боже ж ты мой. Кого только нету. Какие-то солдаты, куклы-солдаты. Элвис Пресли. Элвис. Вон, Элвис какой. Коррекционный тоже. Видно или нет? Элвис. Вон какой красивый. Еще не толстый. Это, наверное, запечатлено в то время, когда он еще молодой был. Так. Ой, несколько Элвисов. Кстати, ой, боже ж ты мой. Элвис в армейской форме, пожалуйста, тебе. Смотрите, какой. Ну-ка, сколько? 25 долларов Элвис. Ой, даже с этими. Со всякими наградами. Барби с медалями. Что еще? Смотрите. Барби и Элвис. Барби loves Элвис. Элвис, наверное, кто-то здесь очень любил. Так, ой, боже. Ну, я вам все Барби не буду показывать, но их тут невероятная куча. Много Люси и много Барби. Так, ну ладно, пойдем дальше. А вот очень интересная композиция. Это, наверное, Дрезденский фарфор. Сейчас я посмотрю. Дрезден, да. Музыканты. Вот Дрезденский фарфор музыканты. Так вот эта композиция 1200 долларов. Ну, Дрезденский фарфор дорогой. Как это красивое. Смотрите, какие у них ажурные платьица. У дам. Все сделано из фарфора. Не знаю, видно или нет. Вот еще. Одна Дрезденская фигурка. 240 долларов. Картина. Мексиканский какой-то молодой человек. О, вазочка симпатичная. Голубая ваза. Дрезденский фарфор. Мэм. 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 Когда вы используете эту камеру, ты уверен, что, you know, люди не будут... You know, люди не будут... А вот еще какие фигурки. Так, вот смотрите, какие. Тарелочки. Не знаю, отвечают. Здрасте. Ого. Всем привет. Это опять я. Растрепалась. Ну, в общем, пошла я в этот дом. Стала снимать эту распродажу. Эту стейдсел. И вдруг слышу, кто-то меня сзади зовет. И оборачиваюсь. И кто бы вы думали, это Наташа. А Наташа тоже пришла на этот сел и тоже снимает. Ну, и так как она уже закончила, я уже говорю, давай, Наташ, ты делай фильм, а я уж потом что-нибудь еще сниму. Вот. Так что мы с ней все время пересеклись сегодня. Так что смотрите у Наташи про этот стейдсел. А я на обратном пути тут заехала в магазин, который мне нравится. Называется World Market. Это мировой рынок. И там всякие продукты, ну, такие упакованные, не свежие, но такие сухие, там сладости, специи, чаи. Ну, и потом там всякие предметы для декора и мебель. И, в общем, всякое такое интересное. И вот я, когда здесь рядом, я туда захожу, потому что, ну, кое-что я там люблю покупать. Там Марк кое-что любит. Дань кое-что любит там из конфет, из печенья. Вот. Так что пойдем туда. Я вам там покажу. Я покажу вам этот магазин. Вот. Что мне там нравится. Ну, вот. Я в магазине под названием World Market. Вот. Это такой. Он не очень большой, но тут очень много всего для декора. Очень интересно. Со всего мира связено. Он, в основном, ну, я даже не знаю, в основном из таких экзотических стран. Здесь инвентарь из Индии, из Индонезии, ну, и, не знаю, из Китая. Ну, в общем, отовсюду. Бывают интересные вещи. Вот я сейчас в отделе, где продаются всякие постеры. Сейчас я отойду, покажу. Вот. Видите, сколько постеров. Вот этот интересный дерево. Мне нравится. Симпатичный. 100 долларов стоит. Уже тут тоже все к Хэллоуину готово. Потом я зайду, посмотрю. Смотрите, какие интересные. Смотрите, какие интересные полочки. Как такие крючочки на стену вешать. Как перышко. Вот интересные полочки. Такие досточки. У нас была такая в старом доме в Колорадо. У нас тоже была доска. Очень удобно. Мелом пишешь, что купить, что там захватить. Видите, можно такое сердечко повесить и на нем писать мелом. Всякие записочки для семьи тоже. Очень удобно. Всякие картинки, рамы для картин. Вот это, посмотрите, какая интересная. В таком морском стиле. Висит на такой бечевке морской. Видите? Симпатично. Тут много такого интересного для декора. Часики. Ой, а это какая интересная. Видите? Смотрите, какая интересная для рамочек. Мне нравится. Надо подумать, куда мне ее присобачить. Или вот коровка. Вот такая коровка тоже для... Ну, как черная доска, да? Как доска для записи. Симпатично. Интересный постер. Это муха. Это постер Альфреда Муха. Это был, как сказать, ну, конец... Конец девятнадцатого века. Был такой художник, Альфред Муха. Это все... Он рисовал в стиле арт-нуво. Вот. Это одна из его картин. Ну, конечно, репродукция. Ну, даже не репродукция, а принт. Вон какая. Ой, а это часы. Парижское время. Ой, симпатичная рама для картины. Мне нравится. Вернее, не рама, извиняюсь, зеркало. Я уже совсем рама. Ой, а вот какое зеркало интересное. Комбинация дерева с чеканкой. Ой, какое симпатичное. Калий Нейчурал Мира. Зеркало калии. И стоит сто пятьдесят долларов. Симпатично. Ну, а это я вон со своей камерой. Такая смешная. Ну, и здесь всякое уже для, как сказать, для партии, для birthday party, для дней рождений. Всякие детские игрушечки. Уточки. Гусики. Всякие упаковки для дней рождения. Вот это пиньята. Интересно, там есть конфеты внутри? Нет, конфет нет. Конфеты потом, наверное, нужно загружать. Вон, всякие разные формы. Пиньята разной формы. Опс. Бесконфетные. Ох, он вот так вот и сделал. Стой. А, я не знала, что у них для партии всякие вещи. Тут всякие штучки есть. Хорошо знать. Правда, у меня маленьких детей нет. Так что, не знаю, вряд ли пригодится. У шпиньяту точно мы использовать не будем. Вон, смотрите, какие сумочки интересные для подарков. Какие хорошенькие. Со слониками. Опс. Слоники такие. World Market. Открытки с днем рождения. Всякие смешные. Много открыток тоже. Вот для Хэллоуина. Ой, даже есть эти. Чаймс. Чаймс для Хэллоуина в виде пампкин, в виде тыквы. Ну, и, конечно, всякие хэллоуиновые тут. Всякие разные, всякие скелетики во всяких разных облачениях. Народ пугать. Уже эти, вон, смотрите, конфеты для Хэллоуина в виде зубов вырванных. Челюсти, челюсти. О, и даже есть это. Франкенштейн. Сода. Яблочная сода. Или, вот, пожалуйста, виноградная. Невеста Франкенштейна. Франкенштейн. Всякие эти. Джонс. Не знаю, кто такой Джонс. Я не очень знакома со всеми фигнями ужасов. О, всякие тебе привидения разных цветов, разных дизайнов. Ой, даже эти часы с пауком. Всякое разное. Ой, даже вот эти вот ставятся в вазу с лампочками. Сумки с Франкенштейном тоже. Или вот такие вот цветочки можно подарить. на Хэллоуин. С черепушкой. У меня всякое разное, всякое разное. Так, что еще здесь есть? Ну и опять. Все возможные штучки для Хэллоуина. И свечки тебе, и подсвечники, и чашечки. И салфеточки. Все для Хэллоуина уже. Всякие блузки можно купить. Такие. Ай-кат-принт. Ничего. То ли такая как бы платьица, то ли блузка. Золото мне не нравится. Очень цыганское. Ну, опять симпатичная. Крестьяночка. Сейчас модно крестьяночки? Симпатичная. Чистый хлопок. Ну, и опять же, хэллоуиновые. Даже чипсы хэллоуиновые. Все для Хэллоуина. Так. Идем дальше. Шарфики. Большой выбор всевозможных шарфиков. Всевозможных. Какие-то хочешь растереть. И такие-сякие. Коврики. Коврики симпатичные. Тут из натурального. Обычно они все натуральные здесь. Или шерсть, или хлопок, или комбинированные. Джутовые. Бамбуковые коврики. Циновки. Вот бамбуковая. Бамбуковая циновка. Сумки. В основном такие хиповые. Крашения. Вот симпатичные. Это бирюза настоящий или фальшивый? Насколько стоит? 24 доллара? Ну, не знаю. Сложно сказать. Ну, так симпатично смотрится. Я не ношу украшения, поэтому... Я люблю на других, когда на других украшения, но сама я не люблю на украшения носить. Ну, и опять же здесь всякие разные платьица, размахаечки. Халатики. Вот такой вот. Знаете, у нас же жарко во Флориде, хочется что-то такое натуральное носить и очень легкое, оно должно быть очень легкое. Искусственные цветы для декора. Тут немного мебели у них. Не такой большой выбор мебели, но часто интересные попадаются. Вот мне нравится это кресло. Я одно время хотела купить, потом мне некуда, как-то не шло ни к чему. Вот это кресло, видите, в стиле 60-х. Сейчас модно называется. Мид-Ценчери. Середина века стиль. Очень модно. Я еще не купила по той причине, я потрогала здесь ткань. И она такая немножко... Ну, какая-то. Кошкам понравится ее рвать. То есть это тоже одна из причин, почему я не купила. Ну, вот жирафы. Такие разные, большие, маленькие. Мама, папа. Дочка и сыночек. На селе сейчас маленький жираф вот этот, 125 долларов. Вот как выглядит магазин. Всякие для ванзы нарезки. Ой, а здесь смотрите, какой выбор всего. Здесь вот очень интересно для декора, замечательно. Потому что, посмотрите, это всякие, ну, как ручки для шкафчиков. Да, всякие кнопочки, ручки для шкафчиков. Смотрите, какие расписные. Большой выбор. Или вот это вот, смотрите, ты на стену видишься, это как крючок для полотенца. Не знаю, видно, крючок для полотенца. Ой, чего тут только нет. Это вот раньше не было здесь. Это вот, смотрите, какие симпатичные крючочки. Вот, полотенца. Очень симпатичные. Вот, смотрите, какой прелестный крючочек. Чудо. Очень красивый. Ой, а этот еще лучше. Посмотрите-ка. Какая красотища. О, поскольку они 8 долларов. 8 долларов такой. Или вот тебе тоже. Смотрите, какая прелесть. Слушайте, столько всего всякого разного. Может, мне свои эти кнопки поменять на кухне. Посмотрите, какая прелесть. Слушайте, у меня камера на голове, так что я показываю, но я совершенно не уверена, что оно в камеру показывает. Но я все равно показываю. Вот такой. Или вот. Ты уже очень симпатичный. Ой, а гляньте-ка, какие здесь такие. А, для, ну, пирозеток. Пирозеток. Ой, или вот какой крючок. Тоже интересно. Смотрите, с птичкой. Красиво, да? Или вот с бабочкой. Господи, глаза разбегаются. Не знаю, что лучше. Такая бабочка. Ой, больше. Сколько что-то этих крючочков. Цветочек. Так, ну ладно, пошла дальше. А то у меня пленка кончится. Не пленка, вернее. У меня память знака я на эту. Ну и тут всякие мировые. Вот смотрите, шкафчики для специй. Смотрите, какие симпатичные для специй шкафчики. Красота. Мне нравятся такие магазины. Я люблю такой этник стиль. О, опахало. Опахало. Опахает, опахает, опахает. Во Флориде нужно опахало. Очень даже симпатично смотрится, как у япуночкой. Или сакурой можно купить. О, опахало. Опахало.